В Самаре открыли движение по Волжскому проспекту. Накануне перекрывали участок от Вилоновской до Ульяновского спуска из-за ремонтных работ на водоводе. В столице региона обсудили промежуточные результаты месячника по благоустройству. Одним из основных вопросов является вывоз мусора после средников и субботников. Принято решение увеличить количество водителей и транспорта, задействованного в перевозке. К майским праздникам запланировано высадить первые цветники вдоль дорог Самары. Цветочную рассаду уже на следующей неделе начнут переселять в исторический центр города. Работа с цветниками продлится до 20 июня. На заводе РКЦ «Прогресс» подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «Космофест». Он проходит с 2019 года. На конкурс представили работы более 8 тысяч участников. Победителя сегодня с экрана поздравил летчик-космонавт, герой России Антон Шкаплеров. Сотрудники МЧС России по Самарской области спасли собаку при патрулировании села Заливное. Пес из последних сил пытался держаться на плаву. Спасатели помогли животному, теперь дворняга в безопасности. Этой ночью Самарская область оказалась под воздействием слабой магнитной бури. Ее продолжительность составила около 4,5 часов. В настоящее время геомагнитная ситуация стабилизировалась. Во время магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, скачки давления и испытывать бессонницу. Чтобы обезопасить телефон, рекомендуется удалить неактивные приложения с устройства и ограничить доступ других приложений к камере, микрофону и геолокации. Такие рекомендации пользователям дали в Госдуме. Также депутаты советуют обязательно установить на устройство антивирусную программу и регулярно ее обновлять. Врач-нутрициолог назвал безопасную дозу кофе в день для взрослого человека. Это 4 чашки американо. Чрезмерное потребление кофеина может вызвать бессонницу, дрожь, тревогу, быстросердечные ритмы, шогу, тошноту и головную боль.